Олегу 41 год, и его жена, и дети давно крещеные, а сам он, признается, хоть и человек верующий, покреститься решил только в зрелом возрасте. Пройти таинство крещения именно здесь, в праздничный день, говорит, интереснее. По имя Отца Аминь, и Сына Аминь, и Святаго Духа Аминь. После омовения Олег признался, ощущения невероятные, как заново родился, и рассказал о мотивах своего поступка. Даже не могу сказать, но просто я могу сказать одно, что, как говорится, если человек не крещеный, вот, для него нет ангела-хранителя. А если человек крещеный, он будет не носить, а ангел-хранитель, вот, который доносит, тоже человек просит, просьбы своей, мольбы он доносит до нашего Господа Иисуса Христа. А если человек не крещеный, вот для него нет, тогда человек, все его просьбы и мольбы, они не доходят. В день памяти крестителя Руси, святого князя Владимира, родники в Таманском лесу становятся местом массового паломничества верующих. Здесь, возле воды, можно увидеть и грудных младенцев, и школьников, и пенсионеров. Все желающие пройти обряд крещения читают молитву, затем им помазывают елеем лицо, руки и ноги. Потом взрослые сами окунаются в купель, а самым маленьким просто льют воду на головы. Вода в роднике считается святой, ведь над ней прочитали особую молитву. Сегодня, говорят священнослужители, таинство крещения принялись свыше 600 верующих. Большинство тех, кто решил пройти обряд крещения в зрелом возрасте, говорили, что решили сделать это именно сегодня, чтобы сильнее почувствовать единение с Богом и укрепить свою веру. Для священнослужителей это не просто праздник, это особый день, когда они радуются со всеми верующими. Вот мы сегодня радуемся со всеми ими, что они приняли крещение. Когда, говорит, человек женится, с ним радуется друг, друг его, друг жениха радуется, что если его друг женится, он радуется. Мы тоже радуемся, что эти люди осветились благодатью Бога, окрестились, омылись, осветились именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Официальным праздником день крещения Руси стал всего год назад, а такие массовые обряды, уверены священники, обязательно станут доброй традицией. Алексей Форсиков, Андрей Чернов, Информбюро. Субтитры создавал DimaTorzok